Всех вас приветствуем, дорогие братья, дорогие сестры, все, кто гости, все, кто сегодня посетили Церковь нашу, все, кто сегодня пожелали быть в Доме Божьем, где прославляется имя Его Великое. Это огромное преимущество, огромное преимущество быть в Божьем Доме. Друзья, хочу сказать, что каждый из нас проживает определенный отрезок времени, определенный, 70, 80, 90, 60. Я не знаю, кто сколько проживет, но я точно знаю, что однажды мы оставим эту землю. И вот всегда возникает один единственный вопрос, как ты прожил этот отрезок? Что ты оставишь после себя? Что люди вспомнят о тебе? Какой ты след оставишь? Люди будут говорить, этот человек был Божий человек, или этот человек был воинственный человек, любил этот человек Бога, или этот человек не любил людей. Что люди скажут о тебе? Наша тема сегодня называется «Мир турбулентности». Все из вас, уверен все, уверен все, летели сюда на самолете. Никто кораблем нет, даже кто-то через Мексику ножками, все равно туда самолетом. И обычно или капитан, или помощники объявляют, что самолет может попасть в турбулентность. Как вы себя чувствуете в этот момент? То, что вы ближе к Богу, я понимаю. То есть на 10 тысяч метров минимум. Но в тот момент особенно человек переживает. Стра Аня, она сейчас рассказывала, что тоже в турбулентность попали они, когда летела она сюда. И говорит, что соседка ее неверующая, которая говорила, что неверующая, начала обращаться к Богу. Это тот момент, когда атеист начинает молиться. Это тот момент, когда ты смотришь, и крылья начинают вот так вот вверх-вниз, как у птицы. И ты думаешь, Господи, все. Вот наша жизнь, она, порой мы попадаем в турбулентность. Вот отрезки времени, отрезок времени, вернее, который нам Бог дал прожить, отрезок времени, в нем много есть вот этих воздушных ям, разреженного воздуха, и многого другого, почему самолет попадает в турбулентность. Я говорю это, потому что мы тут многие собираемся улетать на этой неделе. Но я не просто, потому что я тоже. Поэтому я хочу сказать, что как нам решать эти вопросы, когда попадает самолет в турбулентность. Скажите, что вы лично можете в этот момент сделать, чтобы изменить ситуацию? Это единственное, что остается у пассажира. Только молиться. Он не может вывезти самолет, он не может сменить курс, он пассажир, и плюс ему еще говорят, пристегнитесь ремнями. Он вообще тогда ничего не может. Он только даже встать не может. Друзья мои, что мы делаем, когда мы по жизни попадаем в турбулентность? Я для этого нашел одну интересную историю. На эту тему я еще никогда не проповедовал. Но вот сегодня хочу вам ее предложить. Давайте откроем Бытье 30-ю главу. Бытье 30-я глава. Речь у нас пойдет о женах Якова. Секундочку. Электронная Библия чуть по-другому. Ну, ничего. Бытье 30-я глава. Вам знакома история о том, что у Якова было две жены. имя одной было Рахиль, а имя другой было Лия. Он оказался обманут любимым тестем. И вот так вот получилось, что он не по желанию женился на Лии. И так судьба сложилась, что Лия, она родила ему детей. Рахиль не рожала ему детей. Написано, Бог не позволял. Первый текст 30-й главы книги Бытия. «И увидел Арахиль, что она не рожает детей Якову, и позавидовала Арахиль сестре своей, и сказала Якову, дай мне детей, а если нет, я умираю». Представляете, жажду иметь детей. И Яков разгневался на Арахиль и сказал, разве я Бог, который не дал бы тебе плода чрева? Скажите, можем мы назвать, что вот это период турбулентности в жизни Арахили? Ее вообще, она готова умереть, она не знает, что делать, она понимает, что это какой-то грех над ней, какое-то проклятие, она понимает, что на нее смотрят женщины другие, как-то вот в то время, особенно на Востоке, сегодня даже почетно, ну зачем мне дети, я хочу жить свободно, так раньше не было. Дети, это считалось огромное благословение, детей давал Бог. В данном случае она говорит, вернее, Яков говорит, ну я что, Бог? Ну не я же, не я же отверзаю чрево или закрываю, это не я. И вот в этот момент турбулентности, вспомните, что человек может делать в самолете, в этот момент, только молиться. Она начинает делать то, что мы обычно делаем в подобных ситуациях, ну не в подобных, а в сложных жизненных ситуациях, а можете подобных. И сказала она, вот служанка моя Вала, войди к ней и пусть она родит на колени мне, и чтобы я имела детей от нее. Яков не против. И дала она Валу, служанку свою, в жены ему. И Яков вошел к ней. Вала зачала и родила Якову сына. Решился вопрос Архиле, нет? Не решился. Не решился. И написано, Архиль сказала, все, судил мне Бог, услышал голос мой и дал мне сына, почему нарекла ему имя Дан. Скажите, пожалуйста, сколько времени она простояла на коленях, чтобы принять это решение? Ей пришло в голову, надо решить так. Потом человек говорит, вот Бог дал мне такую мысль. Вы понимаете, что мы делаем в нашей жизни? Когда мы попадаем в какую-то сложную ситуацию, мы начинаем вычислять, как же лучше, как обойти, как решить, как чтобы незаметно, как чтобы никто не узнал, ни муж, ни дети, ни церковь. Во, все, нашел решение, все, вот это будет решение. Решил. Все неправильно. И говорит, ну, видите, я все-таки, Бог дал мне мудрость. Друзья мои, иногда мы просто прикрываемся и говорим, Бог мне дал. то же самое она сказала, Бог услышал, Бог дал решение. Разве хочет Бог, чтобы ваши мужья спали с чужими женщинами? Разве хочет Бог, чтобы наши жены спали с чужими мужьями? Бог услышал? Это глупость высшей категории. Но человек, он, когда доходит до истерики, когда не знает, что делать, он говорит, все, Бог дает мне ответ. Друзья мои, когда мы попадаем в период турбулентности, в нашей жизни неважно, это на дороге, это дома, это на работе, это в семье, неважно где. Первый совет, не спешите принимать поспешных решений. Встаньте на колени и скажите, Господи, как ты ответишь? Как ты сделаешь? Как бы ты сделала на моем месте? Дайте время Богу действовать. И еще зачала Вала, оказывается, Якову понравилось, и еще зачала Вала, служанка, и родила еще другого сына. И Рахиль и сказала, да, борьбой сильную боролась с сестрой, превозмогла ее. Что здесь получается? Борьба, состязание. Друзья мои, бывает, мы в жизни тоже входим в состязание с кем-то. Мы входим за лучшую одежду, входим за лучший автомобиль, за лучший дом, за лучшее место, за лучшую симпатию, за лучшее пение. Не знаю, за что. Мы входим в это. Борьбу я ее превозмогла. И дает имя согласно тому, не фалим. Алия увидела, что перестает рождать, взяла служанку зелфу и дала Якову в жены. Но что это такое? Как это назвать? У нас даже такого слова в русском языке нет. И сказала Алия прибавилась и нарекла имя Гад. И родила зелфа служанка Алии другого сына Якову. Только разреши. И сказала Алия к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. Интересно, как понять к благу моему меня будут называть блаженную. Почему? Детей много. Детей много. Друзья мои, тогда может была ценность вот такая, что детей много. Сегодня это стало настолько немодно, что не будут называть блаженную, но тогда есть что-то другое, к чему люди стремятся в этом мире. Может иметь миллион, может иметь еще что-то, и будут вот меня называть для этого, чтобы меня так называли, для этого, чтобы со мной считались, для этого, чтобы я была где-то, надо сделать для этого все. И человек идет на любой грех, человек идет на любое преступление, чтобы этого добиться и сделать. и самое хуже, что это верующие люди, и все прикрываются Богом. Каждый на своем месте. Я понимаю, это все не про нас, у нас все правильно, но, друзья мои, подумайте внимательно, может быть, где-то все-таки есть что-то, что где-то в нашей жизни мы принимаем решения, мы говорим, и это все побуждает нас, именно вот это соперничество или желание выглядеть на уровне. Это побуждает нас движение ко греху. И дальше написано 17 текст, я не буду еще читать дальше, потому что там все дальше продолжается. И услышал Бог Лию, и она зачала Якову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мужу моему, и нарекла ему имя Исахар. И еще зачала Лия, и родила Якову шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шестого сына. И нарекла имя Завулон. А потом родила дочь и нарекла имя Дина. Друзья мои, это же Лия, она понимала, что она нелюбима своим мужем. Там выше немножко идет вот такая борьба, что она говорит тебе что недовольна, что ты моего мужа украла. Вот так вот она говорит. Там история о мандрагоровых яблоках. И вы знаете, Лия, она понимала это, но она говорит следующее. я знаю, что я нелюбима, но я знаю, что меня любит Бог, и Он меня благословляет. Может быть, где-то в нашей жизни бывает такое, что кто-то кем-то нелюбим. Я не говорю о семейных взаимоотношениях только. я говорю вообще в жизни. Может быть, где-то кто-то Аллея, она не заслуживала быть нелюбимой. Она не заслужила быть нелюбимой. Ее изначально, ее не было какой-то знаете, греха какого-то в том, что она нелюбима. Но Иаков полюбил другую. И так они прожили большую часть жизни. И Лия, она делает вывод и говорит, хоть муж меня не любит, но я вижу, что Бог меня любит. Вы знаете, всякое в жизни случается, но вопрос доверия Богу, насколько мы ему доверяем? Насколько мы ему доверяем? Насколько мы доверяем, когда попадаем в турбулентность жизни? Когда у нас случается какой-то стресс большой, и мы начинаем применять всякие хитрости, всякие человеческие такие, скажем, моменты для того, чтобы как-то решить проблему. И это заходит потом до большого раздора. Бог по-другому решает эти вопросы. Дальше мы читаем, что вспомнил Бог о Рахиле. Это стих у нас будет 22-й. И услышал ее Бог, и отверг утробу ее, и зачала родила сына, и сказала, снял Бог позор мой. А кто тебе сказал, что это был позор? Вы понимаете, Бог дает нам в жизни какие-то моменты испытания и хочет показать, как ты будешь вести себя в момент турбулентности. Что ты будешь делать? Писать прощальную смс? Или может быть ты завещание быстренько напишешь там? Или может быть ты просто возговоришь Господу и скажешь Господи, как и она из дна океана и говорит, я к тебе отсюда обращаюсь, услышь меня. Для Бога нет понятия 10 тысяч метров высоты или дно океана, для Бога нет понятия такого. Бог слышит абсолютно всегда. И написано, Бог услышал я отверстую тробу ее, и она родила сына. Бог дает нам какой-то период времени, и мой вопрос, как мы реагируем на это. Однажды один царь, он выкатил на дорогу камень большой, и сам спрятался, и наблюдал, как люди будут реагировать на вот камень, который он поставил посередине дороги. Многие люди ехали и вот объезжали этот камень, и недовольствовали на царя. Вот царь, что за царь, как он правит, за дорогами не смотрит, и так далее, и все объезжали. Тут вдруг останавливается один бедный человек, увидев этот камень, и решил его оттолкнуть в сторону. Это возможно было, и он напряг все силы, и оттолкнул камень в сторону, и скатил его в обрыв. Когда он откатил этот камень, под камнем был небольшой мешок с золотом. И там была записка. Царь написал, это плата тому, кто уберет этот камень. Друзья мои, Бог порой в жизни нашей ставит вот такие вот камни на пути, и мы говорим, дьявол, дьявол, дьявол препятствует, вот он такой, повсячески пытаемся склонить его. Все на все Бог допустил. Посмотрите, какая моя реакция. Награда, она будет под этим камнем. Когда я пройду испытание, Господь даст мне награду, вознаградит. Но это не значит, что я должен остановиться возле этого камня и начинать рассказывать, какой плохой царь. почему вообще незачем? Не смотрит. Вы слышали, наверное, такое выражение, куда же Бог смотрит? Вот это происходит. Куда Бог вообще смотрит? Такой вообще человеческий принятый ропот. Не должно быть этого в нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы научились мыслить так, как Господь хочет, чтобы Его дети мыслили. это не выдумывай, не придумывай, доверь Богу. Полное доверие Богу. Как ты доверишь Ему тот путь, которым Он тебя ведет? Уберешь ты тот камень или будешь роптать? Стоять и говорить, почему это в моей жизни? Интересный текст записан в Иакова 1.12. Иакова 1.12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получит венец жизни. Вам нравится этот текст? Блажен человек, который не ропщит, не выдумывает, каким образом детей иметь, а именно который переносит эти испытания, а потом Бог говорит, вспомнил, ну так написано, вспомнил, как будто, знаете, с памятью плохо, а потом вспомнил. Нет, нет, это значение, что Бог говорит, вот отрезок, который я тебе дал для испытания, он закончился, а сейчас у тебя будет то, о чем ты молилась. написано, получи венец, который обещал Господь любящим его. Интересно, текст, который я тоже хотел прочесть, это в Евангелии от Иоанна записан, 16 глава, 23 текст. в тот день, в тот день, вы не спросите меня ни о чем, истина, истина говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам, даст вам. То есть, сегодня у нас, друзья, абсолютный доступ есть к нашему Господу, доступ, пожалуйста, у нас есть возможность, у нас есть молитва, у Даниила этот доступ был ограничен, за ним наблюдали, чтобы он случайно вдруг где-то не помолился, но даже эти ограничения они его не остановили, он молился, он молился Господу, три раза в день, как это делал обычно, и 33 текст в этой же 16 главе говорит, «это я сказал вам, что вы имели во мне мир, а в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Очень глубокий текст, очень глубокий текст. «В мире вы будете иметь скорбь». Обещал кому-то дорогу Господь такую, знаете, шоколадную, он говорит, «вы скорбь будете иметь». Скорбь. И когда мы встречаемся со скорбью, скорбь – это та же турбулентность, правда? Мы начинаем сразу планировать, схемы строить. А Господь Бог говорит, единственное, что тебе нужно делать, обратись ко мне, и я услышу тебя. И даже если тебя не услышал, тебе кажется, мой, вот это мое промедление ответа, как тебе кажется, это как раз то, что тебе нужно. Это то, что тебе нужно. Я думаю, многие из вас в жизни переживали такой момент, когда позже вы сами себе говорили, как хорошо, что тогда у меня ничего не получилось. Как хорошо, что тогда ничего не получилось. Как хорошо, что именно вот так, как сейчас есть. Вы оценили все и увидели, как хорошо. Поэтому, друзья мои, Господь Бог говорит, когда вы будете иметь скорбь, пожалуйста, мужайтесь. Почему? Я победил мир, и я вам дам вот тот мир, который действительно наполнит на ваше сердце. Сегодня все больше людей обращаются с такой тревогой, как быть, что будет, как решить, сложно и так далее. Я говорил, что у каждого из нас в жизни есть сложные ситуации. Есть настолько сложные, настолько сложные, что ты просто тупик, стена, и ты не знаешь, как дальше решить. И в этот момент, когда ты становишься на колени и говоришь, Господи, вот тебе отдаю все в руки твои, вот так, как решишь, я с этим соглашусь. сразу такое облегчение идет. Так легко становится, но так может сказать только человек, который точно доверяет Богу и согласится с его ответом. Нам очень часто кажется, что Бог нас не туда поведет. Вот если ему все доверю, он же меня точно может не туда повесить. Вот я хочу этой дорогой, я знаю, что он мне обязательно по круг поведет. Вы помните, когда спрашивали, не помню, какой-то царь спрашивал, а у вас вообще тут еще есть какой-то пророк, который может тоже сказать что-то? А ему говорят, ну есть один, но а? Да, Иосафат, но есть один, но я его не люблю. Он всегда говорит, ну не так, как я хочу. Вы понимаете, да? Есть один брат, но если я с ним посоветуюсь, он меня не поддержит, поэтому я с ним советоваться не буду. Вы понимаете, друзья, вот так мы хотим решать вопросы и хотим в жизни иметь благословение. Так не бывает. Так не бывает. господь Бог говорит, я говорю вам точно, что скорбь в мире вы будете иметь. Да, муж не такой попался, да, не такая жена попалась, да, дети что-то вроде бы ни на меня и ни на жену не похожи. Соединились муж и жена, а вот получилось что-то вообще от нас независящее, понимаете? И что теперь? Господь Бог говорит, скорбь будете иметь, скорбь. А дальше Он говорит, мужайтесь, я ее победил. Значит, и вы победите, и вы ее победите. Сегодня, друзья, мир полон нестабильности. Возьмите любую сферу. Возьмите сферу семьи, возьмите сферу финансов, возьмите сферу здоровья. Нет стабильности, абсолютно. Сегодня все хорошо, завтра слышите уже плохо. Сегодня жили, завтра развелись. Сегодня здоровый, завтра уже приговор. Уже говорим, вы слышали, что четвертая стадия. И многое другое. То есть сегодня мир нестабилен. Сегодня турбулентность, она ожидает нас каждую минуту, и мы, хотя, когда вы летите в самолете, вам говорят, что мы будем сегодня попадать в зону турбулентности. Наука научилась. Знаете, приборы соответствующие, которые видят эти моменты. А в нашей жизни Господь точно сказал, вы будете попадать в зону турбулентности. Но мужайтесь. Я это уже все прошел. Значит, пройдете и вы. Но если мы в нашей жизни надеемся, что у нас есть хороший знакомый, который все решит, если в нашей жизни мы надеемся, что у нас есть достаточно средств, и мы все уладим, если в нашей жизни мы думаем, что мы сильнее, и мы сможем победить, то послушайте, что говорит Господь. Книга Порока Иеремия 17,5. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и сердце удаляется от Господа. Проклят. А когда проклятие, друзья, это плохо, тогда все не идет, все, за что не берете, все из рук валится, все не идет. Это называется проклятие. Это называется проклятие. А стих 7, этой же 17 главы, говорит, благословен человек, который надеется на Господа, и которым упование Господь. благословен Господь. Благословен человек в Господе. Почему? Потому что Господь решает вопросы турбулентности в жизни. Мы каждый день переживаем стрессы. Это дорога, это авария, это чуть не попали в аварию, это сложно, это сложно, ты едешь, ты никогда не знаешь. Там, где я живу, какие там звери, койоты, днем не сильно. Еду днем, смотрю, стоит машина, прямо гора такая, стоит машина, человек стоит, сбитая, вот эта косуля, дикая, олень этот, как он называется, коза дикая. Разбита вся машина, уже все там потекло, и с нее, и с машины, все. Нет вообще нигде ничего, кажется нормально. Человек ехал, просто ехал, ударил, все разбил. Это вот сейчас, это как человеку делать, стать, гневить Бога, что делать? Понимаете, как мы реагируем на то, что мы встречаем в жизни? Это очень важно. Мир турбулентности, наша тема называется, как мы на нее реагируем? Мы реагируем, как Рахиль, мы реагируем, как Лия, мы реагируем, как Яков, который на все соглашается. Друзья мои, подумайте. Слово Божие говорит, что блажен человек, который надеется на человека. А Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя, ибо на него надежда моя. Пусть Господь благословит нас, чтобы каждый из нас понимал, что не сильный человек, ни большие деньги, ни большие знакомства, ни наши какие-то мудрые решения могут сделать нас благословенными на этой земле. Только надежда на Господа. Аминь. Помолимся. Господи, мы очень благодарны Тебе за благословение, которое мы каждый день получаем от Тебя. Господи, мы так благодарны Тебе за любовь Твою, которую мы получаем от Тебя, за милость, за охрану, за все, что Ты делаешь. Благослови, пожалуйста, церковь нашу. Благослови, Господь, миссию церкви, чтобы многие люди могли, приходя сюда, найти Тебя, чтобы мы были теми людьми, которые прославляем Твое имя своей жизнью. Прости, когда мы решали по-человечески, когда попадали в какие-то сложные ситуации. Господи, в Твои руки отдаемся. Пусть Твоя благодать и любовь остается сегодня с нами. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok